Том 5, страница 399. Инноков, Каллиста и Игнатия. Добротолюбие. Пункт 81. Продолжение. Постараемся приобрести чистые и нелестные слезы, которые рождаются от размышлений об отшествии нашим в вечность. Ибо в таковых нет ни оградения, ни возношения, но паче очищения, преуспеяния в любви к Богу, смытия греха и бесстрастия. Еще. Не верь твоим источникам слез, прежде совершенного очищения от страстей, ибо то вино еще ненадежно, которое только что вышло и источило. И еще. Слезы, которые происходят от страха, сохраняют сами себя с ним же страхом. Но те, которые рождаются от любви, в некоторых людях легко бывает окрадаемо. Разве только великий он и преснопамятный огонь вожжет сердце во время действия. И поистине удивительно, как меньшее, то есть слезы от страха, слез от любви, бывает в свое время тверже большего. О самоукорении, говорит Антоний Великий. Великий подвиг для человека – раскаяние во грехах своих перед Богом и ожидание искушений до последнего издыхания. И другой отец святой, будучи вопрошен, что особенно нашел ты, отче, на пути этом, сказал в ответ, то, чтоб себя самого во всем укорять. Что его просивший похвалил, сказав, другого пути нет, кроме этого. Ява Пимин сказал со стинанием. Все добродетели вошли в мир сей. Возьми одну добродетель, и без нее с трудом устоит человек. Спросили его, какую добродетель. И он сказал, та, чтоб человек всегда укорял себя самого. Он же сказал, кто укоряет себя, тот, что бы ни случилось с ним. Потеря ли какая, или бесчестие, или скорбь, никогда не смутиться. Потому что наперед считает себя всего того достойным. 82. О внимании и о том, что с мудрой осторожностью должно твердо держаться на своем пути. Равным образом о внимании и осмотрительной твердости пишет Божественный Павел. Берегитесь. Как опасно ходите. Яко же не мудрое, но яко же премудрое искупающее время. То есть дорожите временем, потому что дни лукавые. И святой Исаак. О, как дивна ты, премудрость, как издалека все предусматриваешь. Блажен, кто обрел тебя, ибо таковой освободился от юношеской небрежности. Кто за малую цену или плату покупает себе вращуство великих страстей, тот добре творит. То и любомудрие, чтобы в малых и малейших делах всегда быть бодренно внимательным. Такое сокровиществует себе великий покой. И не спит, чтобы не случилось с ним, что противное. Но заблаговременно пресекает причины к тому. И в малейших вещах переносит малую печаль, предотвращая тем великую. И далее. Почему премудрый говорит трезвенству и бодрству над жизнью своей, ибо сон ума родня истинной смерти и есть образ ее. А богоносный Василий говорит, кто в малом своем небрежен, не верь, чтоб тот был рачителен и в большем. По этой же причине я о всем сказанном имею серное попечение. А более же о том, чтобы быть тихой и кроткой, и с чистой совестью в глубине сердца, призывать Господа Иисуса Христа, как мы сказали. И вот таким образом, простираясь путем в переднее, будешь иметь божественную благодать, упокоиваемой душою твоей, святым лестничник. И так говорит, никто из тех, которые подвержены раздражительности и возношении, лицемерии и памятозлобию, да не дерзнет когда-либо увидеть и след безмолвия, чтоб ему не впасть в иступление ума. Если же кто чист от этих страстей, тот, наконец, познает сам, что полезно. Думаю, впрочем, что и он сам не познает того. И не только благодать будешь иметь упокоиваемую душою твоей, но и душу свою, успокаивающуюся от всего, что прежде смущало и тяготило ее от бесов и от страстей. Ибо хотя они опять будут докучать, но без последствий, потому что душа уже не переходит на их сторону и не вожделевает сласти, которые от них. Все вожделение такого, вся их сердечная и восторженная любовь и все целое расположение устремлено к преестественной красоте Божеской, блаженнейшей, которая названа Отцами Верховнейшим и из желаемых предметов. Так Василий Великий говорит, когда благочестивая любовь, то есть любовь к Богу, обымет душу, тогда всякий вид брани или сманивания к другому чему. Для нее посмеяние достоин, и все муки за вожделенного Господа более услождают ее, чему издевляют. Еще. Что предельнее божественной красоты? Какое помышление радостнейшей, более мысли о божеском благолепии. Какое вожделение души так сильно и неутолимо, как то, которое от Бога внедряется в очищенную от всякого зла душу, которое тогда искренне из глубины своей взывает, уязвленной любовью я, песня 2.5, подвергается, впрочем, брани таковой по обучительному попущению, а не по причине оставления по отвращению. Для чего же? Для того, чтобы не превозносить умом, не превознесся ум его по причине обретенного им блага, но, будучи борим и через то обучаем, всегда держал смирение, которым одним всегда может он не только побеждать в гордости нападающих на него, но и в больших даров сподобляться, преуспевая, сколько то доступно человеческому естеству. И при всем том, что неизбежными узами и тяготой плоти связаны и держим есть, простираться среднее к совершенству о Христе и бесстрастию. Об этом так говорит святой диадох. Сам Господь говорит, что сатана спал с неба, «Чтоб не видел безобразный сей обиталишь святых ангелов». Как же он, неудостаиваемое общение с добрыми служителями Божьими, может иметь общим с Богом обиталищем ум человеческий? Если и скажешь, что это бывает по попущению, то этим не представить ничего доказательного. Ибо попущение обучителя никак не лишает душу Божественного Света. Бывает же при этом только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтоб горечью бесовскую подвигнуть душу со всем страхом и с великим смирением взыскать помощь от Бога, испытывая в себе злое действие ума. Так мать-дитя свое бесчинствующее по причине нехотения подчиниться уставам ликопитания, на короткое время спускает из объятий своих, чтобы он, убоявшись окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и в слезах в матерни опять потянулось возвратить все объятия. По отвращению же Божию, бывающее попущение душу, не хотящую иметь Бога в себе, предает бесам как бы связанную. Но мы не подметное чадо, но как верам истинное детище Божьей благодати, редкими попущениями и частыми утешениями ею млекопитаемое. Да под действием таковое ее к нам благостынь и доспеем прийти в мужа совершенного в меру возраста полного Христова. И вслед за сим продолжает. Попущение обучительное сначала поражает душу великой скорби, чувством унижения и некоторую меру безнадежия, чтобы подавить в ней тщеславие и желание изумлять собой и привести ее в подобающее смирение. Но тотчас потом наводит оно в сердца умиленный страх Божий, слезная исповедь и великое желание добрейшего молчания. Оставление по отвращению Божьей бывающего оставляет душу самой себе, и она исполняется отчаянием и неверием, надмением и гневом. Надлежит ли нам, зная то и другое попущение и оставление, во время их приступать к Богу сообразно с свойствами каждого из них. Там благодарения и обеты должны мы приносить Богу, как милостиво наказующему необузданность нашего нрава, лишением утешения. Чтобы отечески научить нас здраво различать доброе от худого. А здесь непрестанное исповедание грехов, непрерывные слезы и большое уединение. Да хотя таким приложением трудов возможен умолить и преклонить Бога, презреть, как прежде, на сердца наши. И ведать, впрочем, надлежит, что когда при обучительном попущении бывает у души с сатаной борьба, схватки лицом к лицу, тогда благодать, хотя скрывает себя, но неведомым помоганием содействует душе, чтобы показать врагам ее, что победа над ними есть дело одной души. И святой Исаак умудрится человеку в духовных бранях познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него. Невозможно иначе, как только по силе выдержанного им испытания. Благодать, как только усмотрит, что в помысле человека начало появляться несколько самомнения, и стал он высоко о себе думать, тотчас попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь, не побежит и не возьмется во смирение за Бога. Этим приходит человек в меру мужа совершенного веры и упованием на Сына Божия и возвышается до любви. Ибо чудная любовь Божия к человеку познается, когда бывает он в обстоятельствах, разрушающих надежду его. Здесь Бог силу свою показывает во спасении его. Ибо никогда человек не познает силы Божия в покое и свободе. И нигде Бог не являл ощутительной действенности своей, как только в стране безмолвия и в пустыне, в местах лишенных сходбищ и молвы, бывающие в обитании с людьми. О бесстрастии и о том, что есть человеческое бесстрастие. К сказам он лежит приложить здесь отчасти слово о бесстрастии и совершенстве. Потом еще немного и кончит настоящее наше Писание. О бесстрастии святой Василий Великий говорит. Кто садялся любителем Бога и вожелал, хотя малейше причастить все его бесстрастия, духовной святости, тихости, невозмутимости и кротости, и вкусить порождаемого сим веселья и радования, тот старается далеко отводить помыслы свои от всякой вещественной страсти, могущей возмутить душу, и чистым, и незатененным оком обозревать божественные вещи, ненасытно наслаждаясь тамошним светом. Установив же душу в таком навыке и в таком устроении, своим Богу становится, по возможному подоблению ему, и бывает ему любезен и вожделеннейш, как мужественно подъявший такой великий трудный подвиг, и возмогшие среды своего с веществом растворения, чистую и как бы отторженную от всякого примешения телесных страстей мыслью беседовать с Богом. Это о бесстрастии. А о том, что есть человеческое бесстрастие, святой Исаак пишет так, «Бесстрастие не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но в том, чтобы не принимать их. Вследствие многих различных добродетелей, явных и сокровенных, приобретенных святыми, страсти изнемогли в них, и нелегко могут восстать на душу, и мысль не имеет нужды непрестанно быть в рассуждении их внимательную, потому что во всякое время исполнено в помышлениях своих изучением и исследованием превосходнейших созертаний, сознательно движимых в уме. И когда страсти начнут приходить в движение и возмущаться, мысль внезапно вземлится от близости к ним сознанием чего-либо горнего, приникшего в ум, и страсти остаются без воздействия на него, как сказал блаженный Марк. «Ум по благодати Божией, исполняя добродетельные деяния и приблизившись к ведению, мало ощущает того, что исходит из худшей и неразумной части души, ибо ведение его восхищает его на высоту и отчуждает от всего, что в мире. У святых по их непорочности, по тонкости, легкости и остроте ума их, а также по их подвигам, ощущается ум их и делается светозарным, так как плоть их иссохла от упражнения делами безмолвия и долгого в нем пребывания. Всего ради легко и скоро прилагается каждому созерцание, которое, пребывая в них, руководит их к углублению, созерцаемое созумлением. В таком состоянии богатно множатся в них созерцания, и мысли их никогда не бывают скудно предметами высшего разумения. Таким образом, никогда не остаются они без того, что составляет в них плод духа. Долговременно же в этом роде навыкам изглаждается сердце их воспоминания, которыми возбуждается в душе страсти, и ослабляется сила дьявольской власти. Ибо когда душа не сдружится со страстями по мышлению о них, тогда, поскольку непрестанно занята она иной заботой, сила страстей не может в когтях своих удержать духовных чувств ее. И блаженный диадог. Бесстрастие есть и то, чтобы не быть боримым от бесов, ибо в таком случае надвижало бы нам по послу выйти из мира. Но то, чтобы когда они борют нас, пребывать непреоборимыми. Подобно тому, как влад и облеченные воители и стрелянию противников подвергаются, и слышат звук от летящих стрел, и видят даже и самые стрелы, на них испускаемые, неуязвляемые, однако же бывают ими по причине твердости воинской одежды своей. Но эти железом, будучи ограждены, не подвергаются уязвлению во время брани. Мы же посредством делания добрых дел, облегшись во всеоружии святого света и в шлем спасения, будем рассеивать темные демонские фаланги. Ибо не одно то приносит чистоту, чтобы не делать более зла, но более то, чтобы всеусильной ревностью одобрев, конец потребить в себе злое. Святой Максим указывает четыре вида бесстрастия, говоря так. Первым бесстрастием называю я то, когда телесное ко греху движение не производится в дело. Вторым бесстрастием называю я совершенное отвержение страстных помыслов душевных, в силу коего увядает движение страстей, не имея воспламеняющих его к действенности страстных помыслов. Третьим бесстрастием называю я совершенно неподвижность страстного похотения, которое обыкновенно и во втором имеет место, состоящим в чистоте помыслов. Четвертым бесстрастием называю я совершенное отложение страстных в мысли мечтаний, по коему и третий получает свое бытие, не имея чувственных мечтаний, которые представляли бы страстные виды. Еще. Бесстрастие есть мирное устроение души, по которому она бывает неудобо движимо на зло. О бесстрастии и совершенстве. Вот и слова святого Ефрема, который о бесстрастии и совершенстве говорит так. Бесстрастно и ненасытно, простираясь к верховному вожделенному благу, делает некончимым или несовершенным совершенство, потому что вечное благо конца не имеют. Кончимо или совершенно оно, судя по мере силы человеческой, а некончимо и несовершенно, как всегда превосходящее само себя каждодневными приложениями и возвышающиеся непрестанно восхождениями к Богу. Подобно этому говорит о совершенстве и святой Нил. Два совершенства надо принимать, одно временное, другое вечное, о котором пишет апостол. Когда придет совершенное, тогда то, что отчасти упразднится. Слова «когда придет совершенное» показывают, что здесь не можем мы вместить божественного совершенства. Еще два совершенства ведает божественный Павел, и одного и того же человека признает и совершенным, и несовершенным. В отношении к настоящей жизни называя его совершенным, а в отношении к истинному, свойственному ему совершенству несовершенным. Почему говорит? Я не говорю, что уже достиг или совершился, Но не достигнули и я, а немного ниже говорит те, которые совершенно да так мыслят. Святой Илья Экдик говорит, материя злая или греховная, тело, есть страстность, души сладострастие, ума пристрастие. Обличаются же или обнаруживаются они первое осязанием, другие сладострастие и пристрастие, другими чувствами. Противоположное же всем им, то есть бесстрастие, противоположным расположением. Еще сладострастный близ есть страстного, пристрастие сладострастного. Далеко же от обоих их бесстрастный. Об этом тоже преподобный говорит, страстен тот, у кого влечение ко греху сильнее помыслом, хотя он не грешит еще внешне. Сладострастен тот, у кого действия греховные, желание сделать грех, слабее помыслов, хотя он страстно услаждается им внутри. Пристрастен тот, кто свободно или лучше раболепно привязан к тому и другому. Бесстрастным был бы тот, кому неизвестно такие разные движения и состояния, кто не испытывает их. Равно и способы врачевания их, он же ясно указывает, говоря, страстность изгоняется из души постом и молитвою, сладострастие, бдением и молчанием, пристрастие, безмолвием, уединением и вниманием. Бесстрастие же устанавливается памятованием о Боге. 90. О вере, надежде и любви. Поскольку всех благ или нравственных доброт, начало, средина и конец, если хочешь, и хора водителей, и главарь, вера, надежда и любовь, сия, триплетенная и богатканная верь, больше всех любовь, потому что Бог есть любовь и именуется, то неправедно не восполнить ими, что еще не достает в настоящем сочинении. Тем более, что по святому Исааку завершение плодов Святого Духа тогда бывает, когда кто сподобляется совершенной любви. Давай же и о ней немного помянем словами отцов святых. Так святой лестничник пишет, ныне же, скажем, после всего сказанного, пребывают три, все теснейшим союзом связующие и держащие в нем вера, надежда и любовь, любовь же из них больше, ибо ей именуется Бог. По моему разумению, первая из них есть луч, вторая — свет, а третья — круг. Все же они одно суть сияния и один блеск. Первая же может и творить, и устроять, вторую — милость Божья окружает и делает непостыдную, третья — никогда не падает, не перестает тищи и уязвленному ей не дает почить от блаженного упоения. Еще слово о любви знаем о ангелам, но и тем по действу о сиянии. Бог есть любовь, и кто хочет изречь, каков предел ее, тот слеп, будучи, покушается и счесть песок в бездне морской. Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько оно доступно для смертных, по действу опьянений души, по свойству источник веры, бездна, долготерпение, море смирения. Любовь истинно есть отложение всякого противного помышления, ибо любовь не мыслит зла. Любовь бесстрастия и сыноположения одними именами различаются. Как свет, огонь и пламя в одном действии сходятся, так, разумеет, и мне и об этих. И святой Геодах духовным созерцанием, братья, да предводительствует вера, надежда и любовь, а наипаче любовь, ибо те вера и надежда научают только презирать видимое благо, а любовь самую душу добродетелями сосчитывает с Богом, умным чувством постигая невидимого. И еще, иная есть любовь души естественная, а другая духом святым изливается в нее. Да, когда хотим, от нашего хотения соразмерно движется, почему и от злых духов удобно расхищается. Когда нужно, не держим в ней своего произволения. А это так пламенит душу любовью к Богу, что все части души прилипляются к неизреченной сладости божественного возлюбления в безмерной некой простоте расположения, ибо тогда ум, как бы чреват, бывая от духовного благодатного действия, источает обильный поток любви и радования. И святой Исаак Любовь, возбуждаема чем-либо совне, есть как малый светильник, питаемый елеем, которому поддерживается свет его, или как наводняемый дождем поток, которого течение прекращается со скудением, составляющей его дождевой воды. Но любовь, которая имеет виновником Бога, есть то же, что бьющий из земли источник. В потоке ее никогда не прерывается, ибо он сам есть источник, источник сей любви и неоскудевающей пищи ее. Еще будучи вопрошен, в чем завершение многих плодов духа, сказал он в ответ, в том, когда сподобится кто совершенной любви. Когда за этим последовал вопрос, почему узнает, что достиг ее кто-нибудь, ответил, когда памятование о Боге возбудилось в уме его, тогда сердце его немедленно возбуждается любовью к Богу, и очи его обильные и изводят слезы. Ибо любви обычным воспоминанием о любимых возбуждает слезы, и кто таков у того никогда не оскудевает слезы, потому что никогда не прекращается в нем то, что влечет его к памятованию о Боге. Почему и во сне он беседует с Богом, ибо любви свойственно производить это, и она из совершенства людей в настоящей жизни. И еще. Любовь к Богу естественно горяча, и когда нападает на кого без меры, делает душу ту иступленную. Почему сердце ощутившего ее не может вместить ее и стерпеть, но по мере качества своего и нашедшей на него любви видится в нем изменение необычное. И вот каковы и знамения ее чувственные. Лесо человека делается огненным и радостным, и тело его согревается. Отступает от него стыд и страх, и бывает как бы иступленным. Сила, собирающая ум, бежит из него, и бывает он как бы изумлен. Страшную смерть почитает радости, и созерцание ума его никогда не испытывает пресечения какого-либо в помышлении о небесном. И отсутствуя, как присутствующий, беседует он неизримый никем. Ведение и зрение его естественно приходит, и чувственно не ощущает он движения своего, коим движется между вещами. Ибо хотя он и делает, что он, но совершенно того не чувствует, так как ум его высится в созерцании, и мысль его всегда как бы беседует с кем-другим. Этим духовным упоением упоевались некогда апостолы и мученики. И одни весь мир обошли, трудясь и терпя поношения, а другие, будучи растекаемы науды, ролили кровь свою, как воду, и, претерпевая ужаснейшие страдания, не впадали в малодушие, но доблестно все переносили, и, будучи премудры, почитаемы были неразумными. Иные же скитались в пустыне, в горах, вертепах, в пропастях земных, в нестроениях благоустроенными пребывая. Такого нестроения досподобит нас достигнуть Бог. 91. О святом причащении и о том, скольких благ бывает для нас виновно, частое с чистой совестью это причащение. ничто столько не содействует и не способствует нам к очищению души, к просвещению ума и к освящению тела и обеих их божественнейшему изменению, еще же и к отражению страстей и бесов, свойственнейшее же сказать, при естественном с Богом единении и божественном сочетании с растворением, как частое, с чистым сердцем и расположением, сколько то возможно человеку, причащение святых, причистых, бессмертных и животворящих тайн. Самого, говорим, честного тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Почему необходимо и об этом особенно поговорить и затем положить конец нашему Писанию? Об этом, о том, то есть, что причащение святых Христовых тайн крайне необходимо, не только явно говорят отцы, но и сама жизнь и сама истина яснейшими словами возвещает ибо говорит «Я есмь хлеб жизни, сей хлеб, сходящий с небес, если кто ест от него, не умрет, я есмь хлеб жизни, сшедший с небес, кто будет есть от хлеба сего, жив будет в обеки, и хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И еще, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, не будете иметь в себе жизни, идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Плоть же моя есть истинная пища, и кровь моя истинная есть титья, идущий мою плоть, и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Как послал меня живый отец, и я живу отца ради, идущий меня тот жив будет мне ради. Сей есть хлеб, отшедший с небес, идущий хлеб сей, жив будет вовеки. И святой Павел говорит, «Братья, я принял от Господа, что и передал вам, что Господь Иисус в ночь, в которую предан был, взял хлеб, благодарит, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, говоря сия, чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить, в мое воспоминание. Когда же будете есть хлеб сей и чашу сию пить, смерть Господне возвещаете, доколе он приидет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господне недостойно, недостойно повинен будет телу и крови Господней. Да искушает же человек себя, и так от хлеба доест, и от чаши до пьет. Идущие же и пьющие недостойно суд себе, если пьет, не рассуждая о теле Господнем. Всего ради вас многие немощны, недужливы и немало умирает. Ибо если бы рассуждали, не были бы осуждены. Будучи судимы от Господа, наказываемся, чтобы не с миром быть осужденными. Пишет святой Златоуст, нужно знать чудо сих тайн. В чем оно состоит, для чего дана, и какая от него польза. Едино тело, сказано, мы бываем, и члены от плоти его, и от костей его. Да внимают этим словам посвященные, и так, чтобы не любовью только, но и самым делом, быть нам, членами плоти Христовой, будем соединяться с этой плотью. А это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить свою великую любовь к нам. Для этого он смесил самого себя с нами, и растворил тело свое с нами, чтобы мы составили нечто единое, как тело, соединенное с главою. И это есть знак самой сильной любви. На это указывал и Иов, когда говорил о своих домочадцах, которые так сильно любили его, что желали срастись с его плотью. «Кто дал бы нам от плоти и его насыщисти?» 31.31. Так говорили они, желая выразить свою великую любовь к нему. С этой же целью так поступил и Христос, чтобы ввести нас в большее сотружество с собою и показать любовь свою к нам. Он дал желающим не только видеть его, но и осизать, и вкушать, и касаться зубами плоти его, и соединяться с ним, и насыщать им всякое желание. Еще приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и прочими горними силами, обреченными царскую одежду Христову, имея оружие духовное. На этом я не сказал еще ничего великого. Они бывают обречены в самого царя. Насколько великое чудо это таинство? Только же верно и то, что если приступишь к нему с чистотою, приступишь во спасение.